Девушки отдыхают Фирузе, быстрее, Афиф Эхатун, Юрем убьет, Фирузе, нам немедленно нужно во дворец Ты не видела Керасагу? Не видела, Афиф Эхатун Найди его, где бы он ни был, и приведи Проклятие, где эта женщина? Обыщите здесь все, Фиффе, быстро! Керасага Где же вас носит? Я чуть дух не испустил! Это что произошло? Кто это посмел? Какая теперь разница, Чурбан? Давай, развяжи меня быстрее! Сейчас, сейчас Вот так Госпожа, что случилось? Почему вы приехали сюда в такой час? Это ты мне лучше скажи, Хюрем Что ты с ней сделала? Говори! С кем? Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю! Отвечай же, Хюрем! Где Фирузе? Это вы все время рядом с ней? Не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете? Если с ней что-нибудь случилось Тогда, клянусь тебе, ты за все это ответишь Я ничего не делала, госпожа? А что случилось? Она пропала? Хюрем! Афифе, Хатун Вы так поздно здесь Ничего не случилось? Оставь свои вопросы, Сюмбюль О, Аллах! А разве она не в своей комнате? Сюмбюляга Я знаю, ты в этом замешан Тебе что, жить надоело? Это добром не кончится Можешь головы лишиться, ясно? Да клянусь вам, я вообще ничего не знаю О, Кирасага Ну где тебя носило? Лучше даже и не спрашивайте Я шел за Ферузе Хатун Как вдруг какой-то негодяй набросился на меня сзади Открываю глаза и что? Понимаю, что сижу связанный в бельевой комнате Чего ты на меня смотришь, остолок? Кто кроме тебя на такое решит? Сальтан Бетрогий! Да закрой эти жерты! Как Ферузе Хатун могла пропасть? Говори, где она? Клянусь, я оставил ее в комнате для занятий С тех пор я ее больше не видел Какой кошмар! Что ей делать в этой комнате? О, Лилах Иди со мной Хватит мне угрожать, госпожа Я не позволю со мной так себя вести ради какой-то рабыни на одну ночь Это, как ты говоришь, рабыня на одну ночь фаворитка повелителя И она с землей сравняла тебя и твою любовь Я когда-то вам говорила, нет такой женщины на свете Не родилась еще Ты ее убила, верно? Нет, госпожа Я ничего не делала Она уже была мертва, когда приехала сюда Я в последний раз спрашиваю тебя, Юрем Что ты сделала с Ферузе? Об этом не меня, а Фифа Хатун спросить Ведь ее единственная обязанность охранять Ферузе Я немедленно посылаю гонца Повелитель непременно захочет узнать, что случилось с его фавориткой Посылайте Клянусь, я не виновата, Фифа Хатун На меня так неожиданно напали Я же тебе говорила, чтобы она вечером не выходила из своей комнаты Что мне было делать? Она хотела выйти Молись, чтобы мы нашли ее живой и невредимой Ферузе Хатун Афифа Хатун Ферузе Что случилось? Хюрем что-то сделала? Ферузе Фероза, бедная змея, приползшая из персидских земель. Как видишь, твоя жизнь ничего не стоит. Она принадлежит мне. Заберу её, когда захочу. Но ты пока не бойся. Ты будешь жить дальше, и знаешь почему? Скажи мне хоть что-нибудь. Что с тобой? Скажи мне. А они ей язык не отрезали? Милая, говори же. Это очень сильный ед. Достаточно всего лишь. Нескольких капель, чтобы твоё сердце разорвалось на части. Приняв этот ед, ты захлебнёшься кровью. Я давно его с собой ношу. Я дала слово Всевышнему. Я поклялась Аллахом, что если я потеряю повелителя, султана моего сердца, этот яд поможет мне умереть. Это любовь. Смысл всей моей жизни. Запомни, я никому её не отдам. Поэтому пока я оставляю тебе жизнь, ты своими глазами увидишь, как любовь, дающая мне жизнь, уничтожит тебя. Вы очень пожалеете, что не убили меня сегодня, госпожа. Если ты в себе так уверена, давай мы с тобой заключим сделку. Не сегодня, так завтра кто-то из нас проиграет. Когда придёт этот день, и если проиграю я, я готова выбить этот яд. А ты, Фирузе, сможешь его выбить? Можете не сомневаться. Я напомню тебе эти слова. Фирузе, скажи что-нибудь. Что Хюрем с тобой сделала? Ничего. А она ничего не сделала. Как это ничего? Что с тобой тогда? Всё хорошо, госпожа. Фирузе, не бойся, мы с тобой. Расскажи нам всё. Мне рассказывать нечего. Хюрем Султан пришла ко мне, оскорбляла, кричала, угрожала, потом ушла. Это так? И всё? И всё. Больше ничего не было. отведите её в комнату. Она что-то скрывает. Верно. Видимо, Хюрем её запугала. Поэтому она и молчит. Афифе, Хатун, я хочу знать, что произошло этой ночью. Сделаю всё, что могу, госпожа. Матушка, что такое? Я вижу улыбку на твоём лице. Неужели Фирузе здесь больше нет? Такие вопросы ни к чему, и я прошу тебя не вмешиваться, Михримах? Я пытаюсь не вмешиваться, но мне это даётся с трудом. А ты успокойся. Хорошо. После приезда отца тебе надо зайти к нему. Нужно с ним поговорить. Ну, конечно. Госпожа. Афифе, Хатун. Я принесла бумаги, чтобы вы одобрили и приложили вашу печать. Что это? Здесь говорится, как организовать свадебную церемонию для Нигяр. У Нигяр свадьба? Ну и кто её жених? Обеспеченный ремесленник с базара у Эдзирнских ворот и, кажется, доброго нрава. Паша будет очень огорчён. Я думала, согласно традиции, она выйдет за кого-то из высших государственных чиновников. Обстоятельства диктует этот выбор. Нам бы не хотелось, чтобы повелителю об этом стало известно. Как и о том, что случилось этой ночью. О чём ты говоришь? Ферузэ Хатун... Что происходит? Я считаю, что должна принять все меры, чтобы защитить её от любых угроз. А разве тебе кто-то не даёт? Делай, что хочешь. Ты ведь считаешь, что это твоя основная обязанность? Высокая цена у наложницы. Мехримах, иди в свои покои. Матушка! Я не стану повторить. Простите меня, госпожа, но это действительно входит в мои обязанности. я должна стараться быть справедливой по отношению ко всем. Так ты справедлива. Какая-то странная справедливость, Ферузэ Хатун? Когда я попала во дворец, я была одна. Никто не помогал, не поддерживал. Мне здесь только вредили Ибрагим Паша, Хадиджи Султан, Валиде, Махидевран. Я чувствовала их ненависть. А сколько раз я была на волосок от смерти, тебе это известно? Сколько я слышала оскорблений, сколько вытерпела, ссылки, наказания, все снесла. А чего только не говорили обо мне. Безжалостная, бездушная, ведьма. А при этом не вспоминали, сколько горя они причинили мне. Не вспоминал никто из них. А как только Фируза здесь появилась, решили, что мне конец. Вы сплотились вокруг нее. Для вас это наложница оружия против меня. Вы посмеялись надо мной. По-твоему, это справедливость, Афифы Хатун? Справедливость? Их-то я могу понять. Они все на меня в обиде и хотят со мной счеты свести. Но объясни, почему же и ты против меня? Как могла ты врагом не стать, хотя должна быть моей правой рукой? Я для султана Сулеймана законная супруга. Я этой династии подарила пятерых детей. По-твоему, жалкая наложница заслуживает большего уважения? Никогда. Как такое возможно? Какой враг? Если я в чем-то допустила неуважение, простите, но все-таки мне... Ты не должна заботиться обо мне. Или одобрять мои поступки, если я в чем-то не права. Да я и не собираюсь отдавать тебе незаконные приказы. Я лишь хочу, чтобы ты была справедливой. если и есть на свете справедливость, то она должна относиться и ко мне. поздравить. Такой хороший день. Замечательно. Пойдем на полу. Ферозе, ты кому-нибудь говорила, что этой ночью произошло? Нет. Это лишь меня и Хюрем Султан касается. Судя по тому, что ты бросила вызов самой Хюрем Султан, это или храбрость, или же глупость. Ферозе, скажи, ты что-то задумала? Да, ты права. Заранее не скажу, но ты сама все скоро увидишь. Мне нужно встретиться с повелителем. А что случилось? Что тебе нужно от повелителя? Он сейчас с моими братьями в охотничьем домике. Кажется, тебя не взяли туда. Нигер Хатун, нечего тут попусту слоняться. Иди готовься. Ты ведь выходишь замуж. Госпожа, скажите, как я должна загладить свою вину перед вами? Иди в свои покои и носа оттуда не показывай. Ты ведь знаешь, что моя мать ни перед чем не остановится и найдет способ тебя раздавить. Наконец-то нам удалось добыть сведения, о которых вы просили. Госпожа, паши, беи, кодиаскеры, муфтии, иностранные послы, аги-яночары. Уверяю вас, кого здесь только нет. Да к тому же многие занимают важные посты и внутри страны, и за ее пределами. Сведения пришли к нам из надежных источников. Чудесно. Госпожа, прошу прощения за любопытство. Зачем вам понадобились эти сведения? Мне же надо понять, с кем придется иметь дело в будущем. Как известно, Ибрагим Паша скоро уйдет. Как так? Что это значит? Я этого добьюсь. Иначе ни мне, ни моим детям не будет покоя. госпожа. Госпожа, в чем дело, Клара? Зюмрю Тага просит принять его. Зови, пусть войдет. Госпожа. Подожди за дверью, Клара. Зюмрю Тага? Ну что, ты отправил письмо? Отправил, госпожа. Он получит его через несколько дней. Гансу можно доверять? Можете не волноваться, госпожа. Фирузе Хатун. Почему ты совсем перестала выходить из комнаты? Повелитель вернулся в дворец? Ну да, вернулся. Однако особо не радуйся. Сегодня ведь четверг, а значит, он тебя не позовет. Кажется, ты что-то задумала. Оставь меня одну, Киросака. Ишь ты. Хм. Хм. И если проиграю я, я готова выпить этот яд. А ты, Фирузе, сможешь его выпить? Можете не сомневаться. Повелитель проводит ночи четверга только с Хасыки Султан и больше ни с кем. Если тебе удастся нарушить этот обычай, хотя бы раз, один раз, вот тогда Хюрем придет конец. Отец. Мехмед, отведи братьев и сестру в покое. Мехримах! Отец. Мехримах, не теперь. Отец, пожалуйста, я прошу вас выслушать меня. Простите меня. я выказала к вам неуважение. Но, клянусь, это вышло непроизвольно. Но я, увидев, как мама расстроена, она не думала, что я отправлюсь к вам. А когда узнала, рассердилась. Простите меня, пожалуйста. Никогда не смей. Даю вам слово. Я больше никогда не огорчу вас. шахзаде. Пусть сейчас же приготовят бани. Как прикажете, шахзаде. Мехмед. Мама, добро пожаловать. Это тебе добро пожаловать. Да у тебя жар. Ты в поездке не простыл, сынок? Мама, я вас прошу. Что? Я уже не ребенок. Но у тебя жар. Ничего страшного. Если позволите, я переодеться должен. Я понимаю, ты утомился. Нужно отдохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин